Доброе утро, уважаемые клиенты компании Амаркетс. Мы рады приветствовать вас на нашем утреннем брифинге. Сегодня, как обычно, в это время мы с вами обсудим самые значимые новостные, фундаментальные события, а также дадим некоторые торговые советы, обсудим самые интересные моменты, а также посмотрим то, на что стоит обратить внимание именно сегодня. Начнем, пожалуй, с общей картины рынка. Чтобы разобраться, что может повлиять на дальнейшее движение цен по основным валютным парам, а также зриевым товарам. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что закончен август. Как известно, август обычно во все прошлые годы, пожалуй, кроме прошлого года, был месяцем крайне спокойным. Это время, когда многие трейдеры профессиональные, в том числе, уходят попросту в отпуск. И на рынках особой волатильности не наблюдается. Как я уже и сказал, исключением стал прошлый год, когда именно в августе произошли довольно значительные события, связанные с Китаем. В первую очередь, и мы помним, какие существенные движения повлекло за собой данное событие. Но вот в этом году также ожидали многие трейдеры, инвесторы, что август будет месяцем интересным. Но он свои надежды не оправдал. Тем интереснее будет поведение рынков в сентябре. Потому что мы с вами, я думаю, уже можем говорить о том, что сентябрь будет месяцем крайне интересным. С чем это связано? В первую очередь с новостными событиями, которые нас ожидают в сентябре. Уже буквально на следующей неделе у нас заседание ФРС. Также ряд значимых событий будет уже и на этой неделе. О чем говорили мои коллеги в ходе вчерашнего брифинга. Поэтому дополнительную интригу вносят еще и предстоящие выборы, которые состоятся в России и в США. Правда, США чуть позже. Но об этом мы поговорим чуть далее. Самый первый и важный вывод, который нужно сделать, это то, что закончен август, закончено лето, период отпусков. И поэтому мы можем смело говорить о начале нового делового сезона. То есть повышенная волатильность, объемы. Поэтому, конечно же, нужно говорить о том, что особое внимание нужно уделить рискам. Возможно, если вы привыкли к более спокойному рынку и большим стоп-лоссам, следует обратить внимание на это. А также более тщательно подходить к каждой торговой идее, рассматривать ее с критической точки зрения. И стараться использовать именно наиболее удачные возможности для входа в рынок. Переходим постепенно к текущей неделе. Для начала хотелось бы отметить следующий момент. Если мы говорим о ситуации на рынках в целом, по основным валютным парам. То нужно сказать о том, что и евро, и фунт в течение последних дней прошлой недели падали по отношению к доллару. Опять же, мы сейчас переходим к такому наиболее интересному моменту. Именно решение ФРС по ставке в Соединенных Штатах Америки. То есть, вокруг этой новости, вокруг одного показателя макроэкономического, по сути, выстраиваются все торговые идеи последних месяцев даже. А может быть, даже с начала года уже. На этой информации и на этих отчасти интригах и строятся все инвестиционные идеи, которые у нас появляются. В том числе у крупных участников рынка. Потому что все-таки никто, и я думаю, что даже сами члены ФРС до конца не знают, что им делать дальше с процентной ставкой, поднимать ее, либо оставить без изменений. И вот вокруг как раз-таки повышение процентных ставок и выстраивается вся основная интрига, которая у нас будет в ближайшие недели, может быть, в ближайшие месяцы и даже годы. Как я уже и сказал, на следующей неделе, 21 сентября и в 21.00 по московскому времени, вот такое вот легко запоминающееся событие, именно с точки зрения тайминга, 21 сентября в 21.00 по московскому времени будет опубликовано очередное решение по процентной ставке ФРС. И как раз-таки вот на прошлой неделе, к чему я об этом начал говорить, к тому, что на прошлой неделе в конце, четверг-пятница, наблюдались движения и усиления доллара по отношению к основным конкурентам, к фунту и к евро, к европейской валюте. Связано это было опять же с тем, что один из членов ФРС говорил о возможном повышении ставки. То есть сейчас уже даже не говорят о возможном или невозможном повышении ставки в США, а говорят именно о том, какова вероятность того или иного исхода. То есть уже игра идет даже на уровне вот этих вот оценок вероятности события. И вокруг как раз-таки этих процентных уровней вероятности и выстраивается основная полемика сейчас среди групп инвесторов. Здесь что стоит сказать? Нужно говорить о том, что все-таки, учитывая еще и предстоящие выборы, о которых мы также поговорим чуть далее в США, лично на наш взгляд повышение ставки пока все-таки менее вероятно именно в сентябре, 21 сентября. И сохраняется довольно неплохая вероятность того, что будет повышение ставки в декабре. Однако буквально каждый день, по крайней мере несколько раз в неделю, мы слышим выступления тех или иных членов ФРС, которые то говорят о том, что ставку не стоит повышать вовсе, то заявляют о том, что возможно повышение в декабре. Но, конечно, сейчас буквально вчера была опубликована аналитическая сводка одним из крупных инвестиционных банков США, в которой заявлялось о том, что есть определенная, даже существенная вероятность того, что будет повышение ставки уже 21 сентября. Поэтому мы бы вас призывали, опять же, в этот день и в дни перед публикацией данного решения обратить особое внимание на свои риски, возможные резкие и сильные движения, которые, конечно же, стоит использовать, но, опять же, сохраняя вот этот баланс между риском и потенциальной прибылью. Поэтому сейчас давайте остановимся на важных новостях, которые будут у нас сегодня, потому что все-таки до 21 числа еще почти неделя, и нам нужно определиться с тем планом действий, который мы будем предпринимать до этого срока. Говоря о сегодняшнем дне, стоит отметить, что уже были опубликованы буквально около полутора часов назад данные по Китаю, причем они стали положительными для Китая, объем промышленного производства оказался лучше прогнозных значений, что, конечно же, даст дополнительный позитив на рынке, потому что, опять же, мы, кто следит, да, опять же, за валютными парами, и особенно за индексами мировыми, индексами акций, мог обратить внимание, что были довольно негативные моменты, да, в конце прошлой недели, а точнее было существенное падение, в том числе по индексу S&P 500, да, и казалось бы, что на рынках вновь взобладал негатив, да, негативные тенденции, вот, однако, вот эти данные по Китаю, на наш взгляд, могут несколько сгладить ситуацию, да, и плюс мы видим, что сегодня, например, фунт, да, укрепляется, и, конечно же, вчерашние движения по индексу S&P также были весьма интересными, об этом чуть дальше я также обязательно расскажу. Так вот, делаем пометку, да, то, что по Китаю были довольно положительные новости, что, конечно, радует более рискованных, да, трейдеров, я имею в виду то, что те участники рынка, кто имеет длинные позиции по более высокорисковым инструментам, да, сейчас в плюсе. Именно об этом я говорю, да, то, что те защитные активы, которыми выступают у нас традиционно золото и японская иена, сейчас находятся под некоторым давлением, мы видим, что, и если обратим внимание на дневной график по золоту, то и золото снижается, да, и также по японской иене аналогичные ситуации. Говоря о прочих значимых событиях на сегодня, конечно же, обращаем внимание на отметку 11.30 по московскому времени, будут опубликованы очень интересные данные по Великобритании, а именно индекс потребительских цен. Именно от него, как мы знаем, зависит в целом и инфляция, да, и поведение, соответственно, банка Англии, также будет выстраиваться его монетарная политика, да, исходя из этой информации. Сейчас можно посмотреть, да, те прогнозные значения, которые есть, и есть довольно высокая вероятность того, что данные выйдут лучше, нежели прогнозные значения. Хотя, опять же, все довольно непредсказуемо, да, учитывая, что все-таки это Великобритания, которая в последнее время нас радует своим новостным фоном, да, и, конечно же, пара фунт-доллар и так была довольно волатильной, и сейчас остается крайне интересной для открытия сделок. Поэтому 11.30 по московскому времени – это тот момент, да, когда стоит находиться перед экранами ваших мониторов. Следующая важная отметка – это 12.00, да, это индекс экономических настроений по Германии, а также в целом по еврозоне будет опубликован в это время. И также, конечно же, мы ожидаем, что будет повышенная волатильность в этот момент времени, поэтому, конечно же, призываем вас отслеживать свои позиции, если они у вас уже открыты, да, и, возможно, задуматься об открытии новых после выхода и публикации данных новостей. О предстоящем заседании ФРС уже отчасти мы сказали. Напомню, 21.00, да, в 21.00 будет публикация этого решения, вот, учитывая, что все-таки пока нет особых предпосылок для повышения ставки именно в сентябре, да, мы бы не стали на это надеяться, да, но, тем не менее, определенная вероятность, причем это не какие-то там 1-2%, да, а порядка, вот крупные инвестиционные банки, опять же, США, говорят о том, что порядка 15-20% вероятность того, что будет повышение ставки уже в сентябре. Вот, причем эта вероятность постепенно увеличивается, нагнетается, вот этот вот новостной фон, да, как обычно перед каждым заседанием ФРС, перед каждой публикацией интересных данных, вот нагнетается новостной фон, происходит повышение волатильности, и, конечно же, мы с нетерпением ждем публикации самих данных. Еще о чем хотелось бы поговорить, о выборах, да, которые состоятся и в России, и в США. Прежде всего, нужно говорить о выборах в России, потому что они состоятся уже на этой неделе, 18 сентября. Все лето мы говорили о том, что движение по паре доллар-рубль, да, то есть та пара, которая нам, пожалуй, наиболее интересна, да, потому что мы живем и пользуемся, да, именно рублями. Можно говорить о том, что может быть, наконец-то, преодолен этот боковой канал, да, консолидация, которая длится уже довольно продолжительное время, и есть такое мнение, да, причем оно имеет довольно серьезный вес у различных аналитиков, экспертов, то, что курс может быть удержан несколько искусственно, да, в преддверии выборов, то есть пока не состоятся выборы, да, в Госдуму, курс рубля, и рубль может быть поддержан именно отчасти искусственно, и поэтому после выборов вполне вероятны довольно сильные движения по данной паре, и может быть даже выход за пределы боковой консолидации, который продолжается уже, как я и сказал, весьма долго, еще с апреля можно говорить о том, что пара доллар-рубль находится в канале между 63, да, и 67. Поэтому, как минимум, тестирование отметки в 67 рублей за доллар, да, может состояться уже на следующей неделе. Что касается нефти, тоже очень интересный момент, и, конечно же, нужно обсудить основные тенденции, которые по данному активу сейчас у нас намечаются. Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что нефть является крайне спекулятивным инструментом, и зачастую тот фундаментальный новостной фон, который вокруг данного инструмента есть, он не находит свое отражение на графике цены. То есть мы можем наблюдать, да, как в течение всего года нам говорили о том, что соотношение баланса спроса и предложения по нефти нарушен, да, исходя из этого баланса, стоимость данного актива должна быть порядка 25-30 долларов, но буквально до августа, да, до начала августа и ранее тестировалась отметка в 52 доллара за баррель. То есть можно утверждать о том, что нефть является по-прежнему довольно непредсказуемым инструментом, вот, однако очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что новые максимумы по нефти не появляются. То есть о чем я говорю, можно посмотреть на дневной график нефти, и мы увидим, что происходит постепенное снижение экстремумов, то есть мы не наблюдаем обновления максимальных отметок по нефти, что, конечно же, может говорить о том, что сила продавцов постепенно увеличивается. Покупать нефть сейчас по таким ценам, по крайней мере, крупные участники рынка отнюдь не торопятся. Да, и мы наблюдаем, как сначала у нас максимальные значения были на уровне 52-60, затем они опустились уже до уровня 51 доллар, да, и вот буквально на прошлой неделе от уровня уже 50 долларов ровно, да, за баррель происходит откат, да, то есть цена отбивается от этого уровня. Поэтому, конечно же, с этой точки зрения можно говорить о том, что вполне вероятны дальнейшие снижения нефти, тем более, если мы с вами обратим внимание на часовой график нефти, можем увидеть то, что локальный восходящий тренд был пробит, да, если вы откроете часовой график нефти и построите такой трендовый канал, который начался примерно со 2 сентября, да, и был пробит еще в прошлую пятницу, то есть 9 сентября, когда мы наблюдали эти самые сильные движения по всем практически инструментам финансовых рынков. Вот, поэтому, учитывая, что и был еще преодолен, да, вот этот рубеж восходящего канала, то есть попросту он был пробит, можно говорить о том, что дальнейшее снижение нефти выглядит куда более вероятным, нежели рост данного актива. Но, опять же, все может измениться, например, в среду, да, когда обычно публикуются данные по запасам нефти, поэтому, опять же, завтра нужно внимательно последить за развитием событий. Вот, пожалуй, и все те основные моменты, о которых я хотел бы сегодня вам рассказать, вот, но в заключении еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на инструмент S&P 500, да, это индекс американских крупнейших 500 компаний, да, я думаю, вы о нем слышали. На что именно хотелось бы сделать акцент, да, если вы еще не видели движение по S&P 500 в прошлую пятницу, то обязательно я бы вам советовал открыть график этого инструмента и посмотреть его в вашем терминале. Почему? Потому что буквально мы наблюдали сильнейшее падение, да, во-первых, выход из боковой консолидации, а также, вот, это была наиболее крупная свеча, да, если мы смотрим на дневной график, буквально с июня, да, то есть, вот, по размеру, если сравнивать свечи, так аналогичная, даже большая, да, свеча была только в момент Brexit, то есть новостей по Великобритании 24 июня. Это говорит о том, что на самом деле, с окончанием сезона отпусков, да, и началом делового сезона на рынок возвращается ликвидность, да, и вот мы уже можем наблюдать довольно сильные движения, и крайне интересно будет рассмотреть сейчас данный актив в сторону возможных продаж, да, это будет сделка отчасти против основного тренда, который является восходящим на протяжении последних месяцев и даже лет, но стоит обратить внимание на очень интересный технический уровень, который является зеркальным, если быть точным, это уровень 2155 и 4, еще раз, 2155 долларов за один контракт по индексу S&P 500, именно эта граница была нижней отметкой боковой консолидации, которая продолжалась в течение долгих дней, да, мы пробили этот уровень в пятницу, но вчера, в понедельник, весь, практически все это снижение было выкуплено, то есть еще раз вам советую обратить внимание на график инструмента S&P 500 и увидеть этот зеркальный уровень, да, от которого можно пытаться открывать сделки на продажу, вот, и после возвращения, если вдруг случится возвращение в выше, да, данного уровня, данной отметки, то, конечно же, можно будет говорить уже о покупках, потому что данный уровень является крайне значимым, крайне сильным, и если продавцам не удастся удержать его, то можно будет, конечно же, говорить о том, что покупатели все еще продолжают контролировать данный инструмент. Вот, опять же, здесь многое будет зависеть от заседания ФРС, да, которое, напомню, состоится на следующей неделе. Вот, на этом все, надеемся, что данное видео, данный брифинг будет вам полезен, успехов в торговле и всего доброго, до свидания.